В инвизе довольно опасно Год, кстати, на пути к своему Аганиму. Более того, ему хватает уже денег на этот артефакт. Пытается найти хоть какую-то цель, которую можно было легко вырубить. Левел 15-й. И вот он ММА, и вот он вся Уэйд здесь. Закидываются на ММА, а по Торхитам пытаются разобрать. Стан мимо! ММА, а Торхита не умирает, но Год здесь не отпускает. И Год делает уже викинг сик. Шикарная игра от Года. 8-1-1 смедленнее. Хорошая реализация руны. Снизу, сентря, которая стоит, она показывает, если трапа у Тимпларочки нет, в итоге, если Год забирает инвиз, то в этот раз он может спокойно искать своих противников. Начинается та самая игра, для которой, в общем-то, и была взята Тимпларочка. Ставит огромное количество трэпов. В первую очередь во вражеский лес. Мы видим то, что раз, два, три контролируют руну. Параллельно тут еще какие-то входы. Ну, какие-то секретные... Ну, типа варла такого, да, тоже. Рядом такие трэпы стоят. И теперь LGD продолжает бегать по всей карте. Все, что осталось сделать для этой команды, это просто нафармить свои блокинг-бары. В то время как для Virtus'ов необходимо идти и бить вражеское ХГ, пока этих блокинг-баров нет. В итоге все перетягиваются на центр. У Lydana уже есть и ульчик, трэвела, бустол. Такой, ну, необычный мобильный бьюн, для того, чтобы быстро перемещаться по Teamfighter. Поднимает себя вул, чтобы снять с себя трек. И начинает бить тавер. Но уже секунды назад два БКБ появляются, ребята, из LGD на двух Core-героях. И вот сейчас LGD, по-моему, готовы драться. Что самое интересное, БКБ купил себе Phantom Lanter. Это не самый обычный билд, но в этой ситуации он действительно будет заходить. Потому что, действительно, ты правильно сказал, слишком много мак-урона. Слишком много нюков. Так. Т2 тавера, они не успеют добивать максимум, что можно делать. Это, естественно, задунайд. Папа у нас. Папа почти забирает все АО, который был близок к тому, чтобы погибнуть. Но ПТ-шечка. И брысерочек. ПТ-шечка окупилась. Да, все было неплохо. Просчитал, скажем так. Ну и тавер там тоже задунайли ребята из LGD. Это сделал Сайлер на Phantom Lanter. Какой тавер уже подряд? Второй или третий, что ли? Ребята из LGD умудряются выкрасть его в ВП. Не дав им за это деньги. На ранней доминации смотрим ВП. В частности, ФНГ купил гем. Передал его Готу. То есть это позволяет и все трэпы убивать, это позволяет находить Баунти Хантера и, конечно же, лишать вижена противника. Да, но тот вард, который поставлен сверху, его найти почти нереально. Потому что Квапа здесь, естественно, будет очень редко бегать. Вот год почти дошел. На самом деле, был очень близок для того, чтобы этот вардец снять. Но по-прежнему происходят у нас танцы на карте. Сплитпуш? Сплитпуш. То, что пытались сделать ребята из Virtus.pro в первой карте сплитить, то пытаются сделать сейчас LGD. Тоже сплитить. Максимально надолго, скажем так, оттянуть время захождения ВП на свою территорию, на свой хайграунд. И выфармливает все больше и больше артефактов. И верно было подмечено, что Сайлор потом где-то в глубоком лейте с огромным количеством слотов, 5-6, он уже на равных будет разговаривать с Ишаком, а может даже его и переигрывать. Да, надо ждать, пока упает Айгис или Ширака. Драться против него, естественно, не хочется. Даже несмотря на то, что у тебя есть блокинг-бары. Лучше всего продолжать танцевать. И если посмотреть на графики, то все ровно. Обе команды... Ну, обе команды нормально себя чувствуют. А это не очень хороший момент, потому что если приглянуться, то в один момент, когда у LGD все купят БКБ, может быть даже Лина и Баунти Хантера и остальные персонажи, то очень мало урона будет делать. Для Ширака очень хорошо контрит Фантом Лайнсера, но никогда у него 10-секундное БКБ, потому что урона-то наносишь ему мало. Молния не работает. То же самое касается Стана, Пульс Новый. И единственное, что способно спасти ситуацию, это Диаболик и Дик. Но, учитывая, что рядом будет и Тим Пларочка, и Иллюзии, то... Ну, будет тяжело. То странные перспективы, да. Там теперь не смог вылазка в исполнении LGD. Находит Лила, трек. Мэйби залетает. Успевает себя Слип дать Лил. Немножко выигрывает время, но разобрали довольно быстро. Год залетает. БКБ сразу же пошло. Год после блинка. Года форстафует. Хороший форстаф от Фобоса. Спасают. Там теперь Ньюлы пошли. Ставится стенка от Яо. Соник Вейфом получает. Тут же юзает Меканзе. Молнии Яо. Накрывают Станом. Это минус. Но заходит Драко Сайлор уже. Тоже под БКБшку. Начинает бить ФНГ. ФНГ не знает, как скрыться. Падает. Фиссур, Хита залетают. Игнорирует их Сайлер. Формус дал их СЛМ. Мэйби страдает теперь. Мэйби пытается уйти. Иллидан здесь. До конца. За Мэйби. Мэйби бы убить Татэм. Мэйби в НБ. Стоит и сжигает его. Просто-напросто Иллидан. Делает даблкил. Размен 2 в 3. Ну, довольно такое. Отбились, скажем, более-менее. И Virtus.pro могло быть хуже. Ну, более-менее, если посмотреть. Даже несмотря на то, что LGD очень много подняли строки лофт, то драка вообще начинала с 4 на 5. Год мог погибнуть за секунду, если бы его моментально зафокусили. И человек с форстафом был бы далеко. А так развели на заряд БКБшек. Это очень важно, если посмотреть. Да, да. Ну, это тревожный звоночек. Это сейчас ВП сказали... Ребята LGD сказали ВП о том, что мы готовы драться в случае, если это потребуется. Мы готовы убивать. Дэмиджа очень много. Ну, и посмотрим, как на это отреагирует ВП. Поэтому ВП, если позволить ситуацию, нужно пойти и еще 3-4 раза подраться, чтобы БКБшечки стали по 5 секунд. И вот тогда уже можно будет убивать. Если, не дай бог, вот эта вот 5-секундная БКБ, она закончится, и у тебя не будет хватать урона, чтобы забрать лишь Рачка, там, Квапу или еще какого-то парня, то ВП разнесут. Другого слова у меня нет. Да, ну и получается, что форсить нужно Табларки какой-то доедало, что ли, и уходить в чистый урон, то есть набирать эту самую мощь. Но в случае с LGD, да, у них фактически будет улыновый вариант. Ребята будут, естественно, паковать ДПС и ничего более. Мы видим то, что Сайлор уже покупает себе Яшу и понимает, что, скорее всего, никакие Тараски и прочие артефакты на уживаемость не нужны. И теперь они хотят попробовать подраться и хорошо размяться по трекам. Зная то, что очень скоро появится Рошан, поэтому нужно постараться подвардить и, может быть, даже кого-то убить. Да, вот именно по такому же пути они шли и в прошлый раз, под Смоками. Там они, напомню, в прошлый раз нашли Бэйна. Сейчас здесь был ФНГ, который благополучно делает ТП-аут. И вскрываются в Virtus.pro, не подставляясь под LGD. LGD продолжает свое движение в поисках противника, не находит никого. Нашли Стаке, ну, хоть что-то забрать можно. Не зря же Смок проезжали. Конечно, теряется огромное количество времени. Только им пользуется пока Сайлор, потому что он не бегал с своими тиммейтами, бегал один. Но ребята из ВП, в свою очередь, тоже фарм получали на топе, подпушили линию. Ну, и будут пытаться, так понимаю, пушить Т2 тавр на топе. Из-за того, что в прошлом замесе выбили гем, у Virtus.pro теперь нет никакой информации о том, где находятся трапы противника. Мы видим то, что LGD приблизительно представляет, где Virtus.pro бегает. Вот тут одна трапа болит, вторая трапа, ну, параллельно показывает. И, в общем-то, в своем лесу тут часть стоит, так что спокойно перемещаемся вниз. И будет деф. Будет деф, да, и по тавру дальше приятно. Есть поинт-бустер у нас, или да, начинает раскидывать свои молнии. Трек на него сразу повесили, есть Pissura. Отгоняет такое количество, такое обилие способностей ребят из LGD, они просто отходят. А в это время Гот спокойно забирает Т2. И появляется Roshan. Очень важно сейчас. Очень важно хотя бы только то, что Мэйби и Сайлер потратили ТПшки уйти на топ. А в это время ВП уже могут заходить на Roshan. Они, у них есть огромный такой интервал времени, хороший запас по времени, чтобы этот Roshan убил. Только сейчас Roshan появился. Очень долго будут они его убивать, скорее всего, потому что здесь уже, ну, магически остались одни нюки. Но вот медалька делает свое дело, и LGD начинает уже стягиваться. Подходит сюда Shaker, который, кстати, также очень хорошо пробивает сенчан тотемом. И нужно успеть его забрать. LGD взяет слов. LGD знает то, что в этой ситуации Darkseer может просто всех закинуть на HG. А тут узкий проход очень... Или в стенку всех поставили. Да, и даже если вертуса зайдут, нужно готовиться. Ой-ой-ой, не успевает, не успевает. ВП здесь уже находятся ребята LGD, развешиваются треки. А Roshan не топит. Очень интересная драка. Теремь залетает. Закинули FNG на High Ground. Там он может дать свой, в принципе, неплохой Новый год. Что он пытается сделать? О, Мэйби с Low Ground. Расстреливает FNG-шка. Отправляется в таверну уже минус 2. Соник Мэйв залетает, не добивает никого из LGD. Иллидан был в юле, ловит станс перед Лэнс. Очень больно. Лагуна Блэйд ставится стенка. Ай-яй-яй-яй, как же больно Иллидану. Залетает туда Фобос. Дал их и слэм, Мэйби пытается контрить. Но Иллидану уже нет. 2 в 3. В 5 драка продолжается. Забирает еще так же Фобоса. Это 4 в 0. И ребята из LGD просто эту драку выигрывают. Ай-яй-яй-яй-яй. Причем большинство траков, я так понимаю, были сделаны под треками. Да, большинство траков были сделаны под треками. Не было какого-то танка. LGD прекрасно наблюдали за Интовиками, которые очень любят стоять сзади. И БНА минусовали сразу. Лил вообще ничего не успел сделать. В итоге драка разъединилась. И вот эти вот Баунти Хантер, Тимпларочка и Фантом Лансер, они просто начали вырезать по одному. Нельзя было там драться. Нужно было просто ждать, когда LGD сами туда зайдут. И в итоге очень много заработали. 3500 голды, 5500 экспы. И вот эти ребятки теперь куролесят. На коне. Вот они сейчас пользуются той самой слабостью, которую Вертуса допустили в начале. Они взяли Квину Пэйн. Это как бы Кэрри Квину Пэйн и Кэрри Лешрак в одной команде намекают на то, что у вас нету никакого физурона. Нету гирокоптера, СФа там. Да что угодно, что способно пробить БКБ. И сейчас Тимпларочка с Фантом Лансером чувствует себя неуязвимыми, когда это нажимает. И с этим нужно что-то делать. Ну, Год пытается с ним что-то сделать. Год покупает себе Салт Керас понемногу. То есть он будет выходить в такую клапу, которая будет бить с руки. Но когда он в нее выйдет? То есть, понятно, Салт Керас даст возможность там под минус брони больше урона наносить. Но нужны еще артефакты на урон, повышение ДПС. Это еще время, это еще деньги. А LGD-то уже сейчас начинают довольно серьезно давить и выигрывать файтов. Ну, ты прав, кстати. Да, Год делает фантастический бьет. Он понимает, что никакие хиксы здесь не нужны, потому что контроли уже завались параллельно. Мы имеем большое количество мага урона, поэтому всякие там другие билды не работают. Нужно просто паковать себе БКБ, Керасу, какой-нибудь МКБ, Мьяльнир. И тогда можно будет убивать того же Фантом Лансера. Дим, время надо. Где взять время столько? Я сейчас чувствую, что LGD просто будут носить товара один за другим. Ну, LGD, им тяжело, как ни крути, им очень тяжело пушить свои товара. Единственное, что можно принимать в тимфайты в узком проходе. Ильдан напал, кстати, Ильдан, почти молодец. Ильдан, ошибочка, Сайлор. Денайд, Денайд. По-моему, надо денайд. Денайд. Не успел, пожалуйста. Ну, как так, ну, Ильдан, ну нельзя так подставляться. Что это за попытки убить Сайлора? И нужно всем бежать, всей команде вертусов нужно отступать, потому что здесь вообще нечего ловить без лишрака. На что надеялся Ильдан, когда он поднимал в EU Сайлор? Он думал, что в соло его разберет, что ли, или что? Это Phantom Lancer, у которого есть БКБ, диффузу, который 1700 хп. Да ты не убьешь его в соло. Он просто элементарно может уйти. Ну, плохо, плохо. Ильдан отдался, это позволит сейчас LGD забрать два тавора как минимум. А еще мы учитываем, что у них есть Aegis. Ужасно. Ужасно, ужасно, ужасно. Это очень плохая смерть для Ильдана была. Но LGD не пойдет. Как и говорилось ранее, заходить на ХГ этим ребятам не круто. Но два тавора-то забрали. Хайграунд окей. Да, даже несмотря на то, что у LGD есть блокинг-бары, у Virtus есть такая уверенная защита, которая вырубает почти любого. Нету слива у LGD, нету какого-то Дазла, может быть, Шаду Демона или Глюмер Кейпа, который у нас никто из них не купил. Нету этого чудесного артефакта. И поэтому, если ты подойдешь на ренч Фиссуры, то Лишра, Квапа тебя моментально сотрут. Единственное, что LGD сейчас могут, это навязывать лесные файты. Virtus'ам нужно бояться. Нельзя захотеть лес вообще. Огромное количество трэпов. Плюс у нас герои довольно-таки мобильные. Могут очень быстро помещаться по замесу. Вторым, как у Virtus'а медленные. И нужно стоять в узких проходах. Вот то, что сейчас Ильдана делает. Узкие проходы, узкие проходы. Да, конечно, ВПС сейчас в роли обороняющихся. Они уже проигрывают сколько там? Ну, около 10 тысяч по деньгам, по экспирирам 7,5 тысяч. Я просто наблюдаю, как грамотно действует Ксиауэйд. Посмотри, Ксиауэйд первым артефактом. Что он покупает? Пайп. Пайп против такого огромного количества нюков. И это очень шикарный айтем, который зайдет. Который реально будет очень серьезно помогать ребятам из ЛЖД. И вот он пайп прожимается. Они начинают просиговать от Матавр. Что делать Ильдан? Смог проезжали. У Тавра поет, лучше отдать его. Да, лучше отдать. Лучше. Это последний.